Откуда, вашу мать, вы знаете, ходит ли он в трусах или нет? А правда, что у Шуки 19 сантиметров? Кейп-поперы сами же распускают эти грязные слухи? Добро пожаловать на канал Минке, с вами Ли Саран. И сегодня у нас будет разговорное видео. Давно, кстати, их не было. Но очень такую интересную тему. Сейчас я вам все расскажу по порядку. Поехали! Вообще, если честно, мой пукан очень-очень сложно взорвать. Потому что это бывает очень редко. Я очень спокойный человек, могу очень долго все терпеть. Но когда этого слишком много, мой пукан... Ну вы поняли, да? На днях я проводила трансляцию в инстаграме. Кстати, подписывайся, если ты еще не подписан. Так вот, я проводила там трансляцию, все было нормально, мы общались, я отвечала на ваши вопросы, я вам что-то рассказывала. И вдруг одна из подписчиц пишет такой комментарий. Чимин ходит без трусов. Почему я об этом думаю целый день? Да, это наша проблема, почему ты думаешь об этом целый день. Обязательно это было писать в комментарии. Я, не задумываясь, прочитала этот комментарий вслух. Это была моей самой большой ошибкой на этой неделе. И понеслось. Все начали обсуждать, ходит ли Чимин без трусов или нет. Все начали думать, если один фанат скинется по одному рублю, по одной копейке на трусы Чимина, то Чимин сможет купить себе из бриллиантов трусы. Как интересно, господи. В общем, я читала все это, читала, отвечала, пыталась не замечать эти комментарии, которые пишут про трусы и все остальное. Я отвечала на адекватные вопросы, которые мне писали большинство из подписчиков. Спасибо всем, кто адекватно себя вел и не писал эту гадость. Я вам очень за это благодарна. Но те озабоченные, которые продолжали писать на эту тему, я уже не выдержала и сказала, ребята, прекращаем тему трусов, давайте, задавайте мне вопросы. И или иначе я сейчас просто нафиг уйду отсюда, чтобы вам не мешать обсуждать трусы. Ну, как бы трансляция закончится, они все равно бы разбежались. В принципе, если вам так интересно обсуждать трусы, то, пожалуйста, идите в личные сообщения обсуждайте, но не на моей трансляции. Ребят, давайте остановитесь, все. Если сейчас еще несколько комментариев будет про трусы, я ухожу нафиг. Никто и не собирался останавливаться, я просто сказала пока и выключила трансляцию. Я была очень злая, я обычно после всех трансляций благодарю в сториз. Спасибо за ламповое времяпровождение. А здесь я ничего не оставила, потому что я очень сильно разозлилась. И вдобавок я еще позже написала пост у себя в инстаграме, где, ну, забомбила, короче. Сейчас я прочитаю, что я написала. Сегодня был крайне странный и неприятный день. Хочу, чтобы кей-поп был для того, чтобы слушать музыку, учиться танцем, вдохновляться. Но вокруг один срам, вечное обсуждение чьих-то членов, носит он трусы или нет, делать из них геев. А они мне потом еще что-то пишут, что я кого-то оскорбляю, сказал что-либо в шутку. Но называя их геями, вы ни чуточку их не оскорбляете. Лол, не правда ли? В общем, решила написать такой пост, потому что я злая. До этой трансляции у меня ничего плохого не происходило, так что не думайте, что у меня там что-то случилось, и я просто решила оторваться на них. Нет, до этого у меня был спокойный день. Я целый день спала, а потом решила трансляцию провести ночью. Большинство моих подписчиков со мной согласились, но, конечно же, некоторых это зацепило. Мол, типа, с каких пор геи это оскорбление? Те, кто это написал, наверное, ты не знаешь, что некоторые люди оскорбляются, слыша, что, сказав, что он, допустим, там гей. Ты думаешь, все люди воспринимают, все люди не гомофобы, все люди равнодушные, все люди за геев. Ты ошибаешься. Допустим, на меня сказали, что я лесбиянка, мне бы не было приятно, потому что я не являюсь этим человеком. А представ, у них очень много фанатов, и думать о них, что они геи, тоже не очень приятно. Это называется осуждение человека. Так, если тебе будет удобней. Ладно, это не оскорбление, это осуждение человека. Также, почему, когда на ваших любимых айдолов говорят, что они геи, вы почему-то обижаетесь? Это называется, ребята, противоречие самому себе, не нужно так делать. Также мне написали, что я такая белая и пушистая, я просто ангелочек, никакой пошлости, ничего. Я просто этим не больна, ребята. Почему вы такое пишете, не зная меня? В реальной жизни я на самом деле люблю послушать и посмеяться с шуток, с пошлых шуток, я люблю посмеяться. Но, блин, и сама иногда люблю пошутить. Я не белая и пушистая, как тот комментатор думает. Но я просто не озабочена этим. Видите разницу? Вернемся к труселям Чимина. Точнее, то, что он без них ходит. Откуда, ваша мать, вы знаете, ходит ли он в трусах или нет? Или вы подумали, что, посмотрев на те фотки, где у них торчит ама, вы подумали, что они ходят без трусов? Вот именно. Так, наверное, и было. Все, увидели, что торчит, все, он точно ходит без трусов. Пипец, я просто поражаюсь. Я не знаю. Так этим занимаются 12-летние дети. Куда катится этот мир? Также у меня был случай, который я хотела вам рассказать. Это было еще зимой, по-моему. Это было еще зимой. В директ мне написала девочка и попросила с ней пообщаться. Она такая, окей, окей. Сейчас у меня нечего делать, я пообщаюсь. И я спросила у нее, о чем поговорим? Она пишет, а правда, что у Шуки 19 сантиметров? Отличная тема. Давай поговорим. Сколько у Шуки сантиметров? И да, она имела то, то, о чем вы сейчас подумали. Потому что я сначала, да может быть, она что-то имела в виду другое, но там, не знаю, сколько сантиметров, не знаю, нога, палец на ноги, я не знаю, что-нибудь. Такая, ты сейчас о чем? И она сказала это самое. Блин, я... Пока. Все, я ухожу. То есть кейп-поперы сами же распускают эти грязные слухи, а потом мне в комментариях пишут, как я оскорбляю айдолов. Ах! Молодцы, лицемеры! Вы, наверное, сейчас можете подумать, что я какая-то гомофобка, я ненавижу геев, шиперов, яой и все остальное. Мне на это абсолютно наплевать, но я не поддерживаю это. Если вам нравится яой, если вам нравятся какие-то оргии в дорамах, аниме и так далее, пожалуйста, смотрите. Если вам нравится кого-то шиперить, да шиперите, но просто не доставайте меня этим. Не нужно на моих трансляциях писать что-то подобное. Нет, конечно, вы можете написать, но я не буду читать. Я просто в следующий раз не буду на это обращать внимание. Я просто давно хотела подобное видео снять, и, наконец-то, случилось то, что меня сподвигло снять это видео сейчас. Так что, если вы хотите со мной подружиться, начинайте разговор не с геев, не с каких-нибудь шиперских штучек, не задавайте мне шиперские вопросы и гейские вопросы. Я не знаю, как это звучит, гейские вопросы. Если вы обиделись на меня, что я оскорбила вас в плане, что я шипер, а она ненавидит шиперов, все, фу, дизлайк, отписка, ухожу, пожалуйста, уходите, если вы так считаете нужным. Но просто я высказала свое мнение насчет этого всего, что меня очень сильно все это подбешивает, особенно, когда этого слишком много. Если этого было раньше намного меньше, я такая проходила, ну ладно, там, кто-то пошутил, окей, ему это нравится, окей. Но сейчас этого просто дофига, дофига просто. И детям, и детям это смешно. Показывая картинку, где у них торчит то самое, они просто с этого ржут. Я не знаю, что смешно в этом. Я, допустим, я никогда не была извращенкой в детстве. Никогда. Я была абсолютно равнодушна к этому. Я играла в Барби. Тинь-тинь. Ну, блин, ну, конечно, время изменилось, что ты за прошлое, что ты за старое говоришь, блин. Сейчас все изменилось, дети сейчас раньше взрослеют. Комментарии для вас открыты, пишите свое мнение, что вы насчет этого всего думаете. Я высказала его в этом видео, жду вашего мнения, обязательно прочитаю. Ставьте лайки или дизлайки. Посмотрим, сколько нас обидчивых, оскорбленных. Подписывайтесь на канал или отписывайтесь. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok